Полицейский Алматы помог вернуть похищенную девочку ее родителям. Пятилетнюю Карину Брагину, проживающую в Карасайском районе Алматинской области, неизвестные похитили средь бела дня. Мама девочки сразу же сообщила о случившемся в районе управления внутренних дел. Параллельно женщина набрала телефон семейного друга своего знакомого, который служит в Алматинской полиции. По телефону мужчина оказался тревожной маме Карины, моральную поддержку и посоветовал, как поступить дальше и какие нужно предпринять меры для спасения ребенка. Спустя несколько часов Раиса снова позвонила полицейскому и сообщила, что с ней на связь вышел неизвестный мужчина, представившийся сожителем похитительницы. По словам женщины, незнакомец обещал привезти девочку в город и назначил ей встречу на одном из оживленных перекрестков. Чтобы не терять драгоценного золотого времени, чтобы не случилось ничего никаким в дальнейшем, черного последствия. Мною были приняты меры по задержанию. Также позвонил на 102, на пульту, даже вызвал автоэкипаж «Буран», также скорую для оказания медицинской помощи, чтобы осмотрели ребенка и, если при необходимости, оказали. Была в испуге, в шоком состоянии. Была необходимость, это был мой долг служебный. Все мы родители. На моем месте, я так считаю, что любой это гражданский, тем более наш служебный долг, оказать такое помощь, содействие для ребенка. То есть, в вечернее время было холодно. Между тем, подозреваемые были переданы оперуполномоченным экипажу дорожно-патрульной полиции. И, как стало известно позже, для выяснения обстоятельств мужчины были доставлены в УВД Красайского района по территориальности, где по факту похищения человека проводится досудебное расследование. Из сведений о районе полиции в качестве подозреваемой по делу проходит некая женщина по имени Маргарита. Роль задержанных мужчин будет установлена в ходе следствия. Работа с детьми для меня это недалеко, потому что я родил пять лет в ювенальной службе. То есть, работу с детьми и все остальное, их морально, психологическое состояние, это для меня тоже как бы знакомо. Я думаю, что на моем месте любой сотрудник полиции должен такое смотреть. Полицейские Алматы выявили 16-летнюю гражданку Кыргызстана, оказывавшую интимные услуги. Несовершеннолетняя, поданная из соседнего государства, была задержана оперативниками УБОП в одной из гостиниц, расположенных по улице Северное кольцо. Притон, как оказалось, дислоцировался над автомобильной мойкой. Вы откуда приехали? С Кыргызстана. С Кыргызстана. При себе документы имеете какие-то? Как с кем приехали? У меня соседка была, она сказала, что на барахолке работают, и сюда все время. Ясно. Сколько она ходит в Казахстане уже? Два месяца. Два месяца. Вы на барахолке работали? Все время здесь, да? Да. Стоимость интимных услуг ваших? 6200 сейчас. А почему 6200? Ну, 5 тысяч девушки, 1000 за номерами, 200. В месяц сколько? 500 чего? 500 долларов, да? А в день сколько клиентов влаг бывает? Ну, разно же. Ну, примерно, в среднем. Восемь, семь. В этой гостинице в результате локальной отработки были задержаны 16 девушек легкого поведения, и лишь трое из них оказались гражданами Казахстана. Остальные – приезжие из Киргизии. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. Ведётся расследование по статье 134, часть 1, то есть вовлечение занятий проституцией несовершеннолетние. Кроме того, оперативники провели отработку по проспекту Сифульна и улице Сайна. Девушек легкого поведения вдоль проезжей части не оказалось, в связи с чем было принято решение о проведении локального рейда по придорожным гостиницам, барам и другим увеселительным заведениям. Ну, девочки приходят, сами по себе тут работают. Я отвечаю только за комнату, за эту гостиницу. Плюс товар вот на мне. В городском управлении по борьбе с организованной преступностью рапортуют, что за 8 месяцев этого года ими были выявлены 76 преступлений, связанных с незаконным трафиком людей. В частности, 4 факта продажи человека, ещё 12 – в торговле несовершеннолетними, 27 – сводничеств, 30 фактов организации содержания притона и 3 случая вовлечения в занятия проституцией. В текущем году оперативники на специальный учёт поставили 95 человек, 80 из них – девушки легкого поведения, ещё 15 – сводники. В начале восьмого вечера в Турксидском районе Алматы произошло ДТП со смертельным исходом. В результате этого происшествия погиб 44-летний житель одного из домов, расположенных неподалёку от места аварии. Согласно полицейской сводке, автобус марки «Мерседес» 114-го маршрута, которым управлял 35-летний мужчина, следовал по проспекту Сифульна на юг. Южнее улицы Жумабаева мужчина увидел человека, который стоял посреди проезжей части. Но, увы, избежать столкновения с ним водителю общественного транспорта не удалось. В результате открытой черепно-мозговой травмы, а также множественных переломов, пешеход спустя два часа скончился в 4-й городской клинической больнице. В ДВД сообщили, что по данному факту уже начато досудебное расследование. Полиция Алматы проводит локальные рейды по должникам, не спешащим оплачивать штрафы за нарушение ПДД. По данным Управления административной полиции, целенаправленные отработки проводятся на въездах в Алматы и выездах, соответственно, с помощью автоматизированного поискового комплекса «Поток», который позволяет из потока транспорта выявить автомашину с имеющимися ограничениями в связи с неуплатой штрафов за административное правонарушение. Очередным местом дислокации межведомственной группы, сформированной из числа полицейских сотрудников прокуратуры, представителей департамента государственных доходов, а также стражей порядка Алматинской области, стала улица Жандосова по направлению на восток. В целях неоткратимости наказания за совершенные административные правонарушения в области безопасности дорожных движений в Департаменте внутренних дел города Алматы проводятся совместные мероприятия, направленные на выявление должников, не уплативши своевременные административные штрафы, а также в отношении водителей, управляющих транспортными средствами с подложными госномерными знаками, без государственных мерных знаков и иные нарушения правил дорожного движения. В рамках этих рейдов предусмотрена активная праворазъяснительная работа среди водительского состава, вручение им уведомления о наличии взысканий за нарушение ПДД. Отметим, что с момента получения данного документа на руке водитель обязан погасить штраф в течение 30 дней. Известно, что за два дня проведения аналогичных рейдовых мероприятий сотрудниками полиции были выданы водителям 104 уведомления с требованием обязательного погашения административного штрафа, а также неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Своевременно оплачивали соответствующие наложенные административные штрафы, указанные сроки административного законодательства. Противнослуженность будет применять соответствующие меры. Принутительного характера. Разыскиваются очевидцы дорожно-транспортного происшествия с участием велосипедиста, произошедшего 15 сентября около 11 часов дня по проспекту Абая, западной улицы Жандосова. По некоторым данным, девушку-велосипедиста сбил автобус, предположительно, 118 маршрута. Однако водитель общественного транспорта утверждает, что наезд совершила некая легковая машина. Всех очевидцев происшествия призываем откликнуться по телефону 8707-778-8907 и 8777-316-001. По данным Центра оперативного управления Департамента внутренних дел Алматы, за минувшие сутки в городе были зарегистрированы 179 преступлений и происшествий. 93 из них раскрыты по горячим следам. В том числе и 4 грабежа, 132 кражи чужого имущества, 15 хулиганств. Зарегистрированы 18 дорожно-транспортных происшествий, 22 человека травмированы.